привет дорогие друзья наконец-то наша обзорная очередь дошла до гибридных наушников которые это можно даже на смело утверждать из десяти купившим их людям восьмерым гарантированно понравится потому что речь сегодня как вы конечно уже догадались пойдет о гибридных наушниках си аудио их скринайкл юми миднайт который в очередной раз тюнинговал известный аудиоблогера теории наверное известный аудио гуру кринайкл а если есть среди вас такие люди которые думают что он сидел что-то физически настраивал и тюнинговал то таких я расстрою скажу что он всего лишь давал советы и рекомендации инженерам компании согласно своим вкусовым предпочтениями согласно своему таргету и в этот раз нужно отдать ему должное у него получилось действительно очень круто потому что он не только учел и исправил недостатки оригинальной модели все аудио юми с которой мы знакомились с вами прошлом году и в обзоре который я кстати сказал чего мне лично в них не хватило но и совсем немного опять же в лучшую сторону изменил их тональный баланс благодаря чему они стали звучать на мой взгляд еще приятнее оценили это дитя коллаборации 200 долларов а доверили продавать известному онлайн-магазину hi-fi go логотип которого рядом с логотипом кринайкла тоже разместили на коробке кстати сегодня про коробку про комплект и про дизайн этих наушников я рассказывать вам долго не буду ребята потому что хочу скорее больше сосредоточиться на звуке и изменениях которые отличают эту модель от оригинальная по поводу всего остального просто замечу что коробка в которой они поставляются очень красиво и большая комплект добротный но воистину спартанский а у самих наушников просто изменилось оформление и окрас их фейсплейтов благодаря чему выглядят они теперь строже или более мрачно как и подобает полуночным наушникам но и еще добавлю что по посадке в ушах это одни из самых удобных и комфортных наушников что у меня были они и уши совершенно не раздражает своим долгим присутствием и очень неплохо изолирует тебя от всевозможного постороннего внешнего шума конфигурации драйверов и характеристики у наушников друзья практически не изменились за звук них по-прежнему отвечает один 10-миллиметровый динамический излучатель с lcd мембрана и два кастомных арматурных излучателя чувствительность у наушника 106 децибела импеданс 32 ома что собственно как вы понимаете позволяет этим наушникам быть раскачанными даже не самыми крутыми свистками однако ребята по моим личным наблюдениям золотое правило чем мощнее источник тем лучше справедливый на мой взгляд очень хорошо подходит к этим наушникам да можно конечно прогуливаясь получать кайф слушая их с обычным цапиком на кодеке а можно подключить их например хитдак 2 и образно побывать с ними на каком-нибудь виртуальном живом концерте что касается совместимости по характеру звучания то вот тут я вам тоже ничего внятного высказать не смогу потому что опять же только на мой взгляд юми отлично не теряя при этом свои главные изюминки здорово совмещается как с темными или музыкальными источниками так и с какими-нибудь яркими агрессивными или аналитичными то же самое касается и жанров ребята если запись хорошая то они в состоянии переварить даже те стили которые скажем так сильно противоположны попсе джазу или вокальной музыки то есть те которые зовут агрессивным металлом но перед тем как я попытаюсь донести дала звучание этих наушников предлагаю познакомиться с их снятым мной графиком а чеха который кстати очень здорово похож на тот что есть на коробке то есть на заводской еще на график который снял сам кренекал и перед нами как вы уже поняли друзья 5 очень и очень аккуратно и хармановская вышка которая предыдущей модели по наследству достался очень приятный тональный баланс и натуральный основной тембр но которая получила ряд изменений или улучшений благодаря чему звучание этих наушников стало еще лучше и технически еще более серьезным напомню в предыдущей модели мне не хватило плотности и ударности на низких частотах из-за немного проваленного там мид баса и доминирующего над ним саббаса и еще чуть не хватило общего разрешения теперь же сравнивая графики этих двух моделей мы можем видеть с вами что мид найт коренекал эту область немного исправил пропачил и приподнял не только саби мид бас но и совсем немного нижнюю середину причем сделал он это настолько грамотно что мид бас хоть и ощущается теперь более ударным он не навязчивый и скажем так не выносит на мозг субъективные же наушники не теряя своего прежнего немного теплого обаятельного комфорта стали теперь более ударными на низких частотах зазвучали глубже то есть стали лучше прорабатывать второстепенные планы и вдобавок еще научились передавать больше разных мелких деталей и их послезвучия низкие частоты здесь хоть и акцентированы своим количеством и характером на мой взгляд все-таки не позволяют этой модели носить звание басхедные наушники на мой слух здесь просто немного больше среднего но зато они легко могут удовлетворить потребности не только любители натурального звучания но и смогут порадовать даже басхеда своим теперь плотными достаточно глубоким басом который очень неплохо передает обертона инструментов который хорошо подразделяется на разные по плотности слои неплохо прорабатывает глубину звучащих образов добавьте сюда неплохой контроль хорошие атаки и телесность вот и получите бассейн аудио юми midnight который покажет и как правильно шатать трубу в электронной музыке как сделать звучание скажем бас-гитары в роке или металле объемными действительно осязаем в общем если одним словом теперь это именно те низкие частоты которые я и уважаю не только за их панча и за их лёскость но из-за их информативности за насыщенность средние частоты как я уже говорил темброво остались практически без изменений но по сравнению с первой моделью получили лучшее разрешение получили больше воздуха и расстояние между инструментами и более очерченные образы здесь по-прежнему нет еще передачи микроконтрастному скажу так зато появился более точный макроконтраст благодаря которому любой звук получает хорошую четкость но одновременно не теряет свои вес и натуральность другими словами свои гладкие бархатные тембры при возросшие в этом диапазоне детализации эти наушники к счастью не утратили скажу больше вверх средних частот благодаря подобному тюнингу и балансу никогда не обращают звучание даже очень высоких голосов или инструментов какой-то какой-то неестественной и неприятной резью наушники их подчеркивают и конечно заостряют на них ваше внимание но практически в любых случаях оставляет их открытыми и приятным вот почему еще эти наушники друзья считают отлично подходящими для разных вокальных жанров однако все-таки стоит конечно помнить и понимать что юми это пусть и опрятное но все-таки вышка поэтому ожидать эффекта что инструменты и голоса будут петь и звучать прям вам в лицо конечно от них не стоит например меня частенько не покидает ощущение того что сцена все находятся на небольшом удалении от вас но зато эта сцена уверенно средняя по своей глубине и ширине и достаточно неплохо в плане передачи трехмерных планов и разных стереоэффектов верхний диапазон здесь настроили так что он конечно всегда заметен но что для него справедливо тоже всегда комфортен и натурален а придраться к нему можно будет разве что только в некачественных записях за которые эти наушники вас конечно не простят поэтому что естественно вполне ожидаемо слушать них такое даже не особо то и хочется ребята а так это очень гладкий и ладный диапазон и абсолютно ничего не вызывает раздражение только лишь радует это и немного теплые тембры высоких это достаточно хорошие атаки это не сильно обрезанные затухание и главная свобода разных негативных артефактов виде какого-то неестественного шипения сибиллиантов или звона поэтому то в этих наушниках с удовольствием и по долгу не во вред себе и своему слуху можно выслушивать всевозможные переливы струнных и шлейфы после многочисленных перкуссионных инструментов пусть слоистость здесь как говорится только начальная или пусть средненькая поверьте мне на слово ребята дефицита информации лет нехватки разнообразия тембров этот диапазон совершенно не страдает сравнивать эти наушники ребята можно бесконечно долго и много с чем виду большого у них количества конкурентов поэтому я сравню сегодня только с теми наушниками которые на мой взгляд близки к ним по уровню звучания независимо от того многодрайверные они или нет и с теми которые примерно попадают с ними в этот же ценовой сегмент и так kenera и doom golden 2 стоит 169 долларов то есть чуть дешевле имеет тоже 3 драйверную гибридную конфигурацию но отличается более ровными нейтральным звучанием где особенно нижние средние основные средние частоты сравнение с юми обладают не по графику а на слух немного более весомой массой и лучшим объемом у юми midnight зато более массивные низкие частоты и более проработанные не слоистые верхние частоты хотя и серединка у них тоже будет конечно немного подетальнее audio sense и кью 4 стоит 170 долларов и в первую очередь отличается заметно приподнятыми низкими частотами более жирным общим звучанием однако конечно немного уступает нашим героем в общем разрешение и проработки нижнего и самого верхнего диапазона если же юми сравнивать с какими-то динамическими наушниками из последних обзоров например стриповин алина то последние будут отличаться более яркой и более агрессивной подачей конечно упрощенными и не такими гладкими высокими частотами то же самое кстати будет если их сравнить например с мандруб ката или хана при любом раскладе юми будут более мягкими и менее резкими благодаря своей гладкой верхней середине и более приятному тональному балансу таким образом ребята перед нами очередные наушники с навязанным нам чужим вкусовым масс-тюнингом который на удивление лично мне очень даже подошел надеюсь подойдет и вам если вдруг решитесь на покупку этих наушников классно сбалансированные тонально приятные гибриды которые после обновленного тюнинга и дополнительного названия зазвучали действительно интереснее и на мой взгляд гораздо взрослее первые оригинальные модели единственное по поводу чего здесь наверно можно совсем немного поворчать так это по поводу чуть-чуть отдаленной середины чуть-чуть бы ее поближе было бы вообще здорово в остальном вопросов у меня к ним совсем нет и поэтому они запомнятся мне как модель который можно смело рекомендовать людям ищущим в ценовом сегменте 200 долларов какую-то там жемчужину все необходимые ссылки ведущие не только на эти наушники но и на все наши публичные и информационные ресурсы на которые здесь нужно будет обязательно подписаться найдете как всегда в описании друзья вам от меня большое спасибо за внимание и за вашу усидчивость пока